добрый день дорогие друзья добрый день и у нас очередной выпуск кухни инфодайвинга и мы начнем его со слов благодарности со слов благодарности тем кто поддержал нас после прошлой кухни на самом деле вот этот ресурс который опубликовал письмо написанное мужской рукой его просто завалили наши мамы и те кто у нас проходил консультации вы знаете даже было удивительно там были люди о которых мы даже не помним уже то есть они были и были и в связи с этим я сразу в самом начале попрошу там есть женщина которая написала что после обращения к нам удалось выключить рак груди я попрошу ее написать мне с ней очень хочет побеседовать мой муж он сказал что есть вопросы книга александра зайцева скоро выйдет и 2 я сейчас 1 верстки он работает над книгой и ему очень интересна история этой женщины если вы готовы побеседовать то напишите мне пожалуйста мы наверно с вами пообщаемся потому что на самом деле интересно когда и в принципе это наверно правильная работа инфодайвинга когда мы человеку указали путь и человек пошел и пришел в точку назначения вот это оптимальная работа да это правильная работа неправильная работа когда человеку показываешь путь он продолжает сидеть на жутки иметь но еще покажите мне что он еще мне что-нибудь расскажите но еще обслужите меня и тогда вот вот эта песня затягивается до когда человек просто услышал тебя и это счастье и счастье даже самим понять так что же включила человека что помогло человеку двигаться и на самом деле такая женщина не одна потому что письма приходят из разных уголков и зачастую эти письма это две-три строчки которые мы нигде не публикуем не считаем силу того что они очень краткие человек просто благодарит и говорит у меня случилось это у меня случилось это у меня случилось везде случилось счастье да и это на самом деле здорово когда все меняется и вот эти вот это понимание глубины почему вот у одного так случается быстро он включился и быстро нашел выход а другой растягивает это все на годы а может даже затянуть и до кладбища то есть разные варианты у нас есть в работе и мы понимаем наша задача не вылечить человека мы об этом говорим мы не лечим наша дорога задача указать дорогу указать выход у себя дорогу да это дорога к самому себе и за вас пройти эту дорогу к себе невозможно и спасибо всем еще раз кто поддержал нас в интернете кто написал на вот и на том ресурсе где нас была негативная информация и на других ресурсах выразил свое мнение выразил поддержку и так далее очень вам признательно и еще хочу обратить внимание на одно письмо прислала мама она находится в группе наших мам казалось что девять месяцев назад она заказала консультацию но она тогда вот ну просто случайно ей повезло на сразу натолкнулась на инфодайм и многие вещи сочла бредом и дальше она пошла стандартным путем 10 месяцев по сути дела были потеряны хотя после на консультации были первые результаты и результаты были хорошие да и вот теперь она снова вернулась она нас благодарила и дальше мы записали по этому письму ролик для инстаграма почему потому что очень часто люди спрашивают а как ведется работа в инфодайвинге вот что вы делаете такое а чего мы должны бояться даже уже есть страхи типа мама заходит в чат и убегает оттуда потому что ей становится страшно что ее там будут пытать насиловать и убивать и вы знаете вот чтобы развеять вот эту чушь то потому что у нас в чатах никто не пытает не убивает наоборот вот те кто начал работать они понимают что здесь и поддержка здесь четко показывают где ты не прав подсвечивать другие варианты восприятия когда ты видишь историю где тебе больно где ты считаешь там виноват муж или там еще кто-то и тут ты видишь подожди так это я создала сама для себя же и я вот здесь осознаю какой опыт я из этого выношу и тогда боль уходит а осознание приходит а осознание приходит вместе с дофамином а дофамин дарит вам счастье и это все замкнутый процесс и человек возвращается к себе искренним открытому и счастливому поэтому на примере мы этой вот этой мамы мы записали информацию для инстаграма и дальше понеслось нам понравился формат инстаграма то что там действительно не надо вообще прилагать никаких усилий то есть ты вот получаешь информацию ты видишь что ты можешь посоветовать другим людям на что обратить внимание и так далее и это занимает пять минут работы да и по факту получается ты отправляешь сразу в инстаграм публикуешь и сразу идет обратная связь от тех же мамы мы увидели как круто работает инстаграм и мы начали там публиковать много материалов и поэтому если вам действительно интересно продвижение инфодайвинга то сейчас очень много полезной информации идет через инстаграм почему потому что это очень удобно да то есть это тот формат который не занимает времени то есть для нас это ноль трудозатрат на ю тубе такой формат неудобен он засоряет канал канал плохо ищется там и так далее сюда идут более долгие видео инстаграм это вот как раз нормально удобно поэтому если вам интересно то в инстаграме у нас есть разные каналы я размещаю свои видео на канале наталья зайцевой есть еще каналы с надписью сабришин официальные там представительства и так далее они потом эти ролики перебрасывают поэтому если вам это интересно вы можете подключаться подписываться и так будет двигаться легче то есть это более такой мобильный формат работы а еще на этой неделе к нам пришла обратная связь от мам и не на очень понравилось это то что я опубликовала я иду пока по опубликованному материалу потому что я уже не помню что было на этой неделе потому что по 200 сообщений в день ты ни хрена никогда не запомнишь а вот и запубликованного мама начала осознавать как она долбит своего мужа и физически и морально сделай то сделай это почему ты не сделал и так далее и наконец до мамы дошло что блин точно так же ее долбит ребенок и приставку мама включилась и осознала блин а ведь можно мужа не долбать и я думаю мужчинам как раз пору сказать фадраймга спасибо потому что их жизнь стала легче кто его знает это новый этап иногда приятно иметь своего а еще на этой неделе у нас был записан и вышел фильм а если выход из аутизма после вкусе от инфодайвинга и этот фильм он он даже как не фильм то есть это фильм в котором мы с ириной вместе взяли интервью у лены половой у мамы двоих как раньше бы звучало не норма типичных детей или особенные детей на самом деле это на самом деле особенные дети они охрененные ходят в обычную школу у них счастливая мама счастливый папа счастливая семья им уже предлагают сдавать нормативы гто и и у них пошло развитие по полной уже вы никогда не скажете что этих детей были какие-то проблемы и они там кричали шумели топали там и были сколько там атак был у лёхи 102 по моему тест на атак был то есть вот на сегодняшний день если это представить то кто в курсе тот поймет да вот откуда откуда пришлось проделать путь но на самом деле путь этот проделан и здесь очень большой респект маме и мама рассказывает свой опыт и а вы знаете а нам понравилось снимать такой интервью да 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 потому что искренне она искрена но открытое теплое искренне и очень приятно вот так общаться именно общаться брать интервью и потом она потому что мы вживую общались и она действительно людям которые будут смотреть этот фильм она будет доходить до глубины прямо до глубины души можно сказать да но и для нас это опыт это опыт живого общения на самом деле мы сейчас начали думать о том что нужно хочется со временем допускает они сегодня со временем чтобы в минск приехали вот эти все мамы мы собрались огромной тусовкой и действительно могли сказать теплые слова благодарности друг другу почему друг другу потому что мы ведь тоже шли этот путь вместе с вами мы точно также развивались мы точно также осознавали структуры психики устройства как работать с этими заболеваниями сегодня мы такие умные глядя на человека можем сразу выпали 90 процентов информации для того чтобы он мог выйти из аута да а тогда же нам надо было тоже проделать этот путь может тогда ничего не знали на самом деле если эта встреча вот состоится мы верим что мы знаем что она состоится то это будет очень большой большое количество ресурсов будет на этой встрече для всех на самом деле это не просто даже ресурсы я участвую когда смотрю в мировом масштабе вы поймите как должно измениться общество чтобы такие встречи стали возможными сколько света должно быть на этой земле на этой территории в этой стране чтобы она позволила этому быть вы же поймите аутизм это огромный бизнес это огромный бизнес который сегодня продает и мед препараты и услуги вы посмотрите обороты просто откройте википедию и какие деньги только сша вот оборачивает на аутизме в год а теперь посмотрите есть такая маленькая страна белоруссия которую сегодня прессуют со всех сторон и именно в этой стране никто не смотрит какие обороты можно делать на детях аутистах просто позволяют говорят но ребят напускает этот росток этого нового направления которое действительно помогает детям прорастет и выйдет на поверхность понимаете мы когда вот это видим мы понимаем насколько мы сейчас ломаем шаблоны общества насколько мы ломаем систему общества позволяя вот этому быть и поэтому вот эта встреча которая может быть вот действительно яркая на весь мир да она нигде не может быть кроме как в беларуси вот реально сегодня когда смотришь даже в россии нам быть не может она может быть только здесь и мы знаем что здесь будет еще идет накопительный эффект еще мамы работают дети выходят дети подрастают и для того чтобы вот это состоялось на самом деле это взрыв это взрыв сознания общества это взрыв коллективном когда становится очевидным что человек должен вернуться к себе искренним и открытому что вот эта ложь и коллективные игры тупые игры которые ограничивают человека и не позволяют ему проявляться в конце концов приводит к тому что каждый год процент аутизма растет а ведь сегодня тот кто скармливает медпрепараты аутистам которые заведомо не помогают да он же сам родиться потом аутистом и ему будут толкать эти медпрепараты чтобы он потом и дрессировать как животное чтобы он тихонько сидел в углу и не мяукал и не мешал другим людям играть то есть это все плевать свой собственный колодец вот когда люди это начнут осознавать и когда они вспомнят что им же еще раз придется приходить в эту игру какими они придут во что они придут в какой мир они придут и тогда по-другому ты видишь этот мир и опять таки это как правило человек не понимает и не осознает что такое следующее преследующий приход поэтому лучше всего доходит когда ты осознаешь что это дни следующий день каким как им будет твоя следующий день когда ты проснешься в нем когда ты плюешь в этом они самому себе плюешь плюешь свой собственный колодец ты в таком дне в следующем проснешься в этом же колодце то есть в этой же жизни далеко не надо ходить далеко не надо заглядывать следующую жизнь человек как правило он не осознает этого и он думает о том что какая разница какая там будет у меня жизнь так вот давайте подумаем о том что это говорит будем от следующем дне одни в нашей жизни очень много и если мы будем плевать свой собственный колодец каждый день то мы будем каждый день пить из этого колодца есть о чем задуматься и кстати белорусам есть о чем задуматься чтобы осознать на какой территории они живут очень хочется чтобы в нашей стране включилась ответственность за свои поступки свои действия это очень важно не надо выносить ответственность на третьих лиц есть вы есть ваше проявление есть ваш бизнес ваши семьи ваше здоровье если вы начнете думать о себе и проявляться действительно как человек перестанете плевать себе под ноги вы увидите что вы живете на одной из лучших территорий и еще у нас было на этой неделе клубное занятие создаем счастье вообще наши клубники работают вообще круто они работают мы даже не знаем как мы на этой неделе просто видим их новостях потому что у нас своя работа у нас что-то подглючила на этой неделе очень сильно вот и поэтому мы видим только что наши клубники работают и еще мы на этой неделе записали ряд видеороликов которые мы выложили в youtube тоже на очень такие темы важные для человека и вот из таких роликов которые ну вот мы считаем действительно они важны для любого человека даже вот человек который похрен на инфодайвинг он верит там что ему надо пойти помолиться в храм господин и так далее да прекрасно вашей религии не имеем никакого отношения но у вас есть дом у вас есть семья вы приходите вечером домой садитесь и у вас есть момент когда вы начинаете осознавать что вы верите во что вы верите что вы знаете да и как это влияет на вашу жизнь и как вот этот момент выноса ответственности разворачивается в вашей жизни и следующее это о том что такое хорошо что такое плохо что есть черное а что есть белое и следующий очень важный момент это а что произойдет когда я предстану перед богом и вот эти вот ролики мы специальных разбили на части для того чтобы потому что это разные блоки разные пласты информационные к осознаванию для того чтобы человек запустился мыслительный процесс речь идет просто о мыслительном процессе то есть человек же не дурак да у него иногда приходят какие-то мысли в голову кроме поесть поспать и позаниматься сексом до исходить туалет нет есть еще что-то в человеке ведь голова это не только для того чтобы в нее есть да вот сейчас это конкретно для того чтобы подумать головой что будет когда я предстану перед богом ведь мы все перед ним предстанем и кто тот бог перед которым мы предстанем и что будет при этом происходить в физическом теле и как это повлияет на мою жизнь и опять-таки по аналогу можно взять день-ночь и мы вот в этом ролике специально разложили все это очень подробно для того чтобы человека запустился вот этот мыслительный процесс чтобы человеку легче было жить это это обеспечит автоматический выход из депрессивных состояний когда до человека это доходит депрессия выключается так пум как на электроплите рубильничек так раз и все а ее нету а куда делась а потому что костер под жопой загорелся дам уже сковородка раскалилась и все и это не про от господа это про то что вы делаете сами со своей жизнью вот вы можете это все послушайте для себя решить насколько вам это надо и все это записано в максимально простых словах в адекватных чтобы вы не пытались это все соединить с какими-то научными изысканиями бредами ома там еще что-то и либо с религиозными какими-то концепциями нет это не концепции это о вашей жизни о том что вы делаете дан как вы проявляетесь и кстати на эти ролики сразу пришла обратная связь я здесь ее и опубликовала на сайте pop by когда мамы пишут невозможно проснуться не заснув невозможно осознать белое не осознав черное и точку мы осознавания стала первая консультация инфодайинга и пошло 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 то есть опять таки почему это опубликовали потому что это озарение которые случились потом что такое озарение это информация которая прошла по обратной связи из подсознания в реальность у человека а так как мы все одно я то вот это я передала информацию в эфир это но знаете как по телевизору сказала а вот это я сейчас осознаю и все коллективно это может принять и точно так же осознать то есть может начаться цепная реакция поэтому вот моменты которые приводят к цепной реакции мы специально публикуем потому что это связь из от этого глубинного я где мы все одно к нашим индивидуальностям где мы все проявлены как отделенности да если вам интересно это тоже сможете почитать на пуп точка бай вообще вот это вот одно я мы в нем живем это вот это одно я которое называем коллективным и мы можем увидеть как мы свое это я воспринимаем именно вот видя в каком мире мы живем именно вот этот коллективный слой да именно в нем отражается то наше одно единое я которые мы не хотим осознавать не хотим видеть и просто загрязняем или закрываем но при этом мы не можем убежать от него мы видим его в проявленной жизни мы живем в вот так каком мире в каких странах каких отношениях мы живем это вот это об этом и еще на этой неделе опять-таки серия роликов в инстаграм очень подробных где рассказываются разные ответы на вопросы даются где приводятся подмены обман которые сегодня существуют у спикеров когда женщину низводят когда женщины сами себя низводят там на третьей роли и так далее все это если захотите найдете в инстаграме но мы решили опубликовать и на сайте ролик почему мужчинам закрыт доступ за зеркалье и вы знаете это очень важный момент потому что по сути дела это ответ на вопрос какие пары эффективные в инфодайвинге почему мужчина с мужчиной пара неэффективна и не может быть рабочий по сути дела при работе мужчина с мужчиной возможен только гипноз вот этот классический вариант который мы можем наблюдать потому что мужчины так или иначе уйдут в состоянии власти и так или иначе два самца будут бороться за власть и это объективном восприятии и это про гипноз когда мы говорим о парах а мужчина женщина и о парах женщина женщина мы раскладываем вот в ролике подробно почему именно эти пары рабочие какие из них эффективные какие более стабильные какие результаты будут и так далее то есть если вам интересно заниматься инфодайвингом вы можете послушать это и почему в инфодайвинге не может быть одного человека да то есть в старину например женщины осознавали зазеркалий хотели работать с ним и они никому не доверяли и поэтому не доверяли воде чистой воде и например на воде сегодня есть много обрядов черной и белой магии и это используется но это все на самом деле ломает зазеркалия человека и потом человек имеет проблемы в следующем своем не в следующем в следующей своей жизни и мы когда вот эти вещи раскладываем мы объясняем почему почему важно иметь второго человека для работы да по сути дела по схемам мне очень нравится накладывает на медицинскую схему вот инфодайвер выполняет роль лапароскопа оператор выполняет роль врача и врач не может стать лапароскопом лапароскоп не может стать врачом это та связка которая обеспечивает одновременно работу в подсознание и в надсознание для того чтобы это все максимально быстро проявилась в теле потому что надсознание и подсознание связаны через тело через зеркало до зеркале находится тело при этом при этом лапароскоп инфа и кто-то оператор оператор они могут меняться местами суть в том что не может быть два лапароскопа или два оператора а именно вот так эффективная работа и тогда и при этом смотрите зеркало между лапароскопом и оператором должно быть чистым прозрачным если там есть загрязнение его надо убрать осознанно то есть любое загрязнение поднимается удаляется это очень большая работа над собой это каждодневные тренировки и реально я вот когда оглядываюсь на пройденный путь я понимаю это сумасшествие если бы не было вот этого интереса если бы психика человека не была мне настолько интересно ирине настолько интересно то мы бы не смогли пройти этот путь это действительно хобби длиною там в пол жизни и когда мне пишут вот про последние 12 лет последние 12 лет это когда я уже просто совершала кучу действий в материальном мире для того чтобы проявить результат а до этого было просто хобби и когда ты этим живешь когда ты этим увлекаешься тогда ты можешь это сделать это знаете есть люди которые ходят в тренажерку и там делают себе большие бицепсы и я когда смотрю на них блин вот как же такое можно было сделать я сама сейчас правда вот каждый раз смотрю нам на мужчин на женщин на девушек которые качают свои тела у меня каждый раз я смотрю на то и думаю куда направлена сила вот но не в ту сторону то есть понимаете как объектом получается накачать себя да они они здоровья не гармония не такое знаете действительно действительно не перекошенное какое-то так как-то действие да но я просто вот иногда я смотрю я понимаю когда вот как ну я пошла тоже я хожу я хочу себя вернуть в прежнее состояние на тело но при этом у меня нету цели накачаться но когда за это красивых мужчин когда все в гармонии когда это идет вот такой перекос то это ну просто потраченная возможность потраченная потраченный ресурс ну можно назвать это интересом не вопрос но как бы а суть в чем где где же ну вот так и каждый раз об этом человек во сне человек во сне не осознается он спит и вот знаете вот эти последние 30 минут жизни это вот вот представьте вы ложитесь спать для вас это будет последние три минуты сна перед сном да вот эти три минуты просто заметьте что у вас подгружается вы оглядываетесь на день на сна прожитый что успел что не успел что хотел что получилось чтобы не получилось иногда идет вина злость обида на кого-то иногда кстати замечу идет вся незавершёнка вот если вы вот эти три минуты последние перед сном научитесь улавливать вы заметите на какой частоте вы переходите в следующий день и вы в следующем дне на этой частоте и выходите точно так же инкарнационный цикл только там у вас будет 30 минут но час когда у человека идут осознавание когда уже все тела не вернул всю жизнь он уже не может вернуть уже воронки в теле работают уже сознание начало переплывать уже тела начало внутри плыть уже информация внутри на оно плывет когда она собирается уже все поплыло уже тело загорелось светом как мы горим дуги пошли вот уже в этот момент а у человека при этом такая ясность сознание И он понимает, как я профукал свою жизнь. Вот это больнее всего, когда ты понимаешь, что уже тело все. И ты ничего не можешь вернуть. И это не будет, как день и ночь, что ты можешь завтра проснуться и опять начать все заново. Прошу заметить, в памяти и в том же теле. Ты просто осознаешь, что этого тела уже не будет. Но ты осознаешь все. Просто ты становишься перед самим собой и видишь свои ошибки. И видишь безвозвратность. Вот это больно. И в этот момент, именно в этот момент должна проявиться мудрость. Мудрость, которая позволит, блин, эмоционально, позволит человеку сказать себе «благодарю искренне». Благодарю за этот опыт. За эти ошибки, которые я совершал в этой жизни. За эту жизнь. Потому что она – это самая кайфовая жизнь, которую можно придумать. Вот здесь нужна именно эта сила. Сила сказать «благодарю». Благодарю самому себе за просто профуканную жизнь. Представляете? И человек уходит в вспышка. Вспышка света. Человек просыпается. Сознание просыпается. Сознание перешло на другое тело. И память того тела уже исчезла. И полная зависимость от той истории, куда попал ребенок. И дальше до трех лет – это все ограничения, которые есть в голове родителей. Это все, что, с одной стороны, это помогает ребенку навести зрение и до трех месяцев, и прийти, зацепиться за эту жизнь. Вот он зацепился. Но при этом он цепляется за счет ограничений родителей. И в то же самое время это полностью перемещение в ту игру, где от него уже ничего не зависит. И дальше он уже идет по тем программам, которые нагрузили родителей, род и так далее, и так далее. И вот только момент, когда он просыпается и говорит, так, вот это удаляю, вот это не мое, вот это херня. Я безграничен. И вот с этого момента начинается его собственная игра. А теперь смотрите, сколько людей, в принципе, смогли к этому прийти. Они вообще в истории мировой их единицы. Потому что настолько глубокие соны, настолько глубоко порабощение сознания, усыпление сознания, что пройти этот путь крайне сложно. Это ловушка, ловушка самого себя, ловушка своего же ума. Это ловушка, в которую мы попадаем сами, сами ее соткав. Родители, в которых мы рождаемся, это тоже мы выбираем. Мы выбираем по их... Это они дают нам тело, новое тело. То тело уже безвозвратно ушло, сознание перетекает в новое тело. Но это тело соткано из тех эмоций, тех обид, с которыми человек ушел в той жизни. И он выбирает, именно выбирает, ну, сказать выбирает, да, можно так сказать, таких родителей, которые ему дадут именно это тело на то, чтобы прожить тот незавершенный опыт, ошибки, которыми расстался, ну, ушел из прошлой жизни, в эту жизнь. Вот. И человек, ну, плюс еще ко всему добавляются ошибки этих родителей, еще добавляются этот мир. Да, все уже дальше наваливается, все в кучу информации. А ты ничего не можешь, у тебя памяти нет. У тебя, к сожалению, нет той возможности, которая есть в нашей текущей жизни. Каждый день просыпаться и иметь память. Иметь возможность исправить ошибки свои, иметь возможность осознать эти ошибки и исправить их. У тебя есть на это время, есть на это ресурс в этом теле, в этой жизни. Но когда мы заново рождаемся, этого уже нет, надо заново. Заново проходить этот путь, заново приходить, осознавать себя, прийти к себе, чтобы снова начать жизнь, жить осознанно и вернуть себе свое «я», свою ответственность. Ведь ключевое начало игры — это взять ответственность за свою жизнь на себя. И предыдущий день не может быть отделен от следующего. И следующая жизнь не может быть отделена от предыдущей. Сознание просто плывет, сознание не шагает, у него нет острых углов, оно перетекает. И в принципе вот с этими состояниями перетекания, с возможностями изменения информации в перетекании, с возможностью изменить информацию за счет перетекания, так как времени там нет, прошлое, будущее. Мы всему этому учили на наших тренингах. Замечу, все это есть в записи, и оно останется в записи. Мы это повторять не планируем. Но наши программы обучающие, глубочайшие программы, они есть сегодня на Сабришине, subretion.com, и там можно работать по ним, можно тренироваться. И вы будете тогда осознавать на самом деле это открывание другой планеты. Кстати, на этой неделе к нам пришли письма, и даже я в Инстаграм одно зачитывала по поводу того, что люди пересматривают наши программы обучающие. Вот они были на курсе тогда, прошло какое-то время, они пересматривают и говорят, мы не слышали 90% информации, мы не слышали. А потом они пересмотрят через год, и они опять скажут, что мы опять 90% не слышали. Потому что, понимаете, когда ты даешь материал из большой глубины, вот человек плескается на поверхности океана, и ты смотришь на него и понимаешь, для него океан – это вот эта поверхность, и 20 см засунуть голову в воду. Потом, когда он научился эти 20 см дышать в воду, да, потом он где-то поднырнул уже. О, его попка скрылась под водой, для него океан уже заиграл другими красками. Потом он на метр, на два, на десять спустился. Потом он уже спустился дополнительно, прокачавшись на большие глубины. Он для себя открывает глубину, и тогда он видит вот эту поверхность жизненную, да, из-за зеркалия видит ее совсем по-другому. И вот эта глубина – это то, что суфи называли вуалями. Они говорили, 40 вуалей надо снять, пока ты дойдешь до сути. Так вот, до сути мы уже давно дошли, мы уже перешли за сути, мы уже учимся перепрограммировать то, с чем и как суть приходит в эту жизнь и так далее. Это невероятные глубины психики, и это настолько увлекательное путешествие. И мы это все передаем через состояние. И на самом деле мы сами, глядя назад, глядя вот то, что мы на курсах давали раньше, какой мы раньше путь проходили, мы сейчас, глядя на это, и очень часто даже в новых озарениях в осознаниях мы наталкиваемся на то, что вот то, что мы говорили, о чем мы говорили два года назад, полтора года, то есть мы видим еще с большей глубины, и никогда у нас не было того осознания, что мы сказали когда-то чушь. Нет. Никогда такого осознания не было. Мы приходим, каждый раз приходим к тому, что насколько глубоко, и просто мы не видели даже тогда, словив одно что-то, мы не видели этого. А оно вот было тогда уже на поверхности. Но мы сами были не готовы к этой поверхности. По мере готовности открывается информация. По мере готовности открываются твои психические способности. По мере готовности ускоряются результаты. И на сегодняшний день мы просто знаем, и даже уже пришли к тому, что иногда вот работаешь на консультации, откорректировал человека, и дальше стоит вопрос, человеку надо идти в больницу, например, или не надо. И мы выключаем камеру, и я Ирине говорю, вот смотри, мы сейчас имеем дело с человеком, у которого вообще не работает сознание. Если ты ему говоришь, не надо идти в больницу, он не идет в больницу, выносит на тебя ответственность, ни хрена не делает из того, что ты сказал, все делает, если это практики, формально. И после этого, конечно, он так и останется сидеть там, где он сидел. Но при этом он будет говорить, что инфодайнг не работает. Бог не слышит его. И при этом же, если его запихнуть в больницу, например, и чтобы он прожил там боль, чтобы он прожил это лечение, чтобы у него включился вот этот момент, он потом скажет, так мне врачи помогли, инфодайнг мне не помог, прекрасно. Ну, у него будет результат, во всяком случае он уже из говна чуть-чуть и вылезет. И вот выбор, как поступить так или так, да, это про низкий уровень осознанности. И ты понимаешь, что на этом уровне сознания не дано другое. Человек скользит поверху, не видит, не слышит себя и пытается размазать себя по объективному восприятию, вынося таким образом ответственность за свою жизнь на третьих лиц. Когда ты видишь, что человек уже собрался, может и так далее, и ты видишь, что ему больше не надо ни консультации, ничего, ему просто дай фонарик в руки и скажет тебе двигаться вон туда. И он пошел, и у него классные результаты, он быстро вышел. Это про другой уровень осознанности. Он готов увидеть себя, он готов туда идти, он готов к этому. Он готов вернуться к себе. Встретиться с самим собой. Да, это про возвращение к себе настоящему, искреннему, открытому. А ведь это возвращение, это все параметры жизни. Это и отношения в семье, это и реализация, это и деньги, это и дети. Понимаете, это любой параметр возьми, и он приходит в гармонию. Да. И иногда болезненно. И на самом деле мы сейчас все мы, весь мир, живем в период именно вот этого засыпания. Именно засыпание после чего... Вот очередной сон прошел. Мы ночью, это все ночь, проснулись среди ночи. И опять у нас момент засыпания. Просто вот засыпание. И в этот момент, именно сейчас мы живем, и оно вот-вот, сознание начнет просто... И поплыло, вспышка. Поплыло сознание, и пошел другой мир. И теперь мы стоим, получается, действительно на переходе. Либо уйти в новый сон, либо проснуться утром. У нас стоит именно вот это, именно эта задача. Осознать момент теперешнего, именно теперешнего нашего перехода, нашего состояния. Когда мы можем осознанно проснуться, просто проснуться. Либо мы можем... Уйти в новый сон. Уйти в новый сон, и снова заснуть. И играть в инопланетян, например. Да, туда, где, как мы во снах. Мы же во снах не отвечаем ни за что, правда? Мы просто проживаем эти сны. Ну, где-то мы проснемся, кто-то нас разбудит внезапно. Где-то мы от страха проснемся, но при этом мы постоянно-постоянно проживаем. Мы не можем ничего во сне изменить. Вот мы в такой находимся ситуации. А можно проснуться. Вот мы сейчас в таком красивом моменте находимся, в моменте засыпания. Вот когда вот-вот сознание уплывет, ну куда оно? В новый день или в новый сон? Вопрос. И это выбор, на самом деле, человека. Тот, кто хочет уплыть в новый день, он может уплыть в новый день. Тот, кто хочет уплыть в новый сон, он уплывет в новый сон. Сон – это вынос ответственности. И разделение реальностей. Это то, что происходит сейчас. Есть те, у которых сейчас смертность, сирены, все очень плохо, похороны и так далее. Войны, нищета, отсутствие всего. Смотришь. Можно присоединиться, интернет предлагает. А можно присоединиться к другому миру, где счастье. И это выбор человека. Только сознание человека определяет, в какую игру он играет. Абсолютно. Осознанно или неосознанно. Будет он спать или нет. И вот на эту тему у нас сегодня будет практикум. Он называется «Как взять на себя ответственность». Ответственность за жизнь. Так он и называется. И этот практикум останется у вас в записи. То есть это ответ на вопрос, как взять эту ответственность. Потому что если ваши родители не отвечали, если ваши прародители не отвечали, они выносили ответственность. Это война, это коллективная, это Сталин, это Ленин. Они находили, да, как и мы находим каждый раз. И получается, когда шли вот эти коллективные стадные игры, и шел вынос ответственности, родители, они сами не умели брать ее на себя. И, соответственно, они детей этому не могли научить. И сегодня, когда человеку говоришь, возьми на себя ответственность, первый вопрос «Как?» вот это «Как?» сегодня будет на практикуме. То есть у вас останется эта запись, вы потом сможете ее повторять, тренироваться для того, чтобы… Вот это «Как?» убрать свои жизни, для того, чтобы у вас внутри, как только возникает вопрос ответственности, где так хобана включалось в состояние «Пошли!» И вот это «Пошли!» Это движение, это жизнь, это игра, это создание игры, да. Вот этот практикум будет сегодня, вы можете подключиться к нему в 20 часов, а в 18 часов у нас сегодня будет невероятный стрим. Вы даже себе представить не можете, это стрим называется «Инопланетные игры». И на этом стриме мы вас не будем учить ничему, не будем, мы будем играть в игру «Мир заснул и следующий сон инопланетный», да, и мы перетекаем в инопланетный сон. По сути дела то, что и уготовлен к человечеству, которое не проснулось. Это-таки это об ответственности вынесли. Это об ответственности, да. Поэтому сегодня мы играем в эту игру, VR-очки одеваем и пошли туда, куда двигается человечество, да. Я думаю, это путешествие будет очень познавательным и интересным. Но веселым это как минимум. И завтра у нас начинается один из самых глубинных курсов. Это «Дети из глубины». Этот курс завершит серию курсов из глубины. То есть это последний курс из глубины, к которому желательно предподготовка. Семинары, которые желательно иметь для того, чтобы пройти, для того, чтобы осознать действительно целиком, они все указаны под анонсами программ. Вы можете зайти и познакомиться. Мы не контролируем, что вы проходили, что вы не проходили. Но вы просто будете чувствовать, что если нет подготовки, вы берете информацию на меньшей глубине. И здесь же будет индивидуальная работа с участниками. Поэтому вот эти семинары, они все идут с ограниченным количеством участников. И они потом вне доступа к скачиванию. То есть они закрытые. Планирование их к повторению. На самом деле мы с Иришкой были летом такие бодрячком. Говорим, а, ну, казалось бы, что там, 20 человек отработать, никаких проблем. А на самом деле, знаете, после первого курса мы поняли, какой ресурс это занимает и у нас берет, как это все сложно. А вот сейчас, подходя вот к этому самому большому глубинному курсу, мы понимаем, что сохранить психическое здоровье себе достаточно сложно. То есть потом приходится неделю проводить где-нибудь на природе, да, чтобы отойти от этого. И просто прекращаешь делать консультации или там делаешь их очень малое количество, чтобы вернуться к себе, да, потому что это сложная программа. И мы понимаем, что повторение их, наверное, просто, ну, нереально круто сказывается на нас, да, в ту сторону, что нам не хочется этого повторять. Вот, поэтому, если вам интересны дети, приходите. И, наверное, ну, я не зарекаюсь, я не знаю, что будет с января и дальше. А потом у нас начнутся курсы, цикл интересных программ. Это «Не могу простить». Там тоже предподготовка желательно, хотя с вас не будут ее требовать, потому что там нужна техническая база, и вам потом придется ее добирать, кто был на курсе. Но в любом случае заниматься можно. «Не могу простить», курс «Меня оболгали» или «Я оболгал», «Насилие в моей жизни». То есть курсы вообще обалденные. И будет еще одна программа, курс для начинающих в инфодайвинг. Это 30-31 октября. Обращаю на нее внимание сразу, потому что через эту программу можно входить в инфодайвинг легко. Плюс мы там будем отвечать на вопросы, и там можно будет взять микс психотехнический, который можно будет использовать и на вот этих курсах, именно которые будут и «Подавленная злость», «Не могу простить» и так далее. То есть это действительно такая выжимка. Выжимка для тех, кто хочет начать заниматься инфодайвингом и кто хочет прийти к себе настоящему. Кто хочет проснуться. Кто хочет проснуться, кто хочет стать открытым, искренним и строить свою жизнь осознанно, взяв за нее ответственность на себя. Вот это про инфодайвинг. Ну и, наверное, все на сегодня. А, я забыла сказать про результаты у детей. На самом деле они классные. Вы можете посмотреть в инстаграме, что нам пишут. Вы можете почитать на сайте. Чат мам я дублировать не буду. Вы можете посмотреть видосы в чате мам, которые они скидывают, как дети развиваются, что они рисуют, как они идут и так далее. Мне очень нравится осознание мам, с которыми мы работаем напрямую. Когда мне люди пишут в личку, мне очень нравится, когда люди просыпаются. Все меньше вариантов сбрасывания ответственности. Это только, как правило, на первых консультациях, в самом начале, первый месяц работы. Раздражение, злость, нежелание работать, попытки вынести ответственность. Но как-то сейчас все меньше, меньше, меньше это приходит. И приходят сразу люди адекватные. Сразу начинается работа. Сразу все спокойно. И сразу идут первые результаты. Вот это, конечно, круто. Ну и все, наверное, на сегодня. Я думаю, что о своих результатах проще, если люди будут писать, вот как мы и просили в прошлый раз, на других ресурсах, не только на наших. И вы сможете со спокойной душой с этих ресурсов брать информацию и доверять не только там Пубаю, Сабришину, нашим каналам, нашему Фейсбуку. Ну и кучу других ресурсов. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok